Что делать, если случилось то, чего не может быть на товарно-сырьевой базе Запсиб Трансгаза, два года назад построенной по последнему слову техники, прошли масштабные тактико-специальные учения. Здесь задействованы были все службы спасения, включая Федеральную пожарную службу и санавиацию. Наливная эстакада на ноябрьской товарно-сырьевой базе это одно из самых современных и автоматизированных сооружений. И аварийная ситуация здесь, по словам специалистов, возникнуть может разве что по причине природных стихийных катаклизмов. Тем не менее, если есть хоть малейший шанс для нештатной ситуации, персонал предприятия должен быть к этому готов. Производство серьезное, потому специальные учения в Сибуре проводятся регулярно. На этот раз сотрудники Сибура отрабатывают все возможные варианты развития событий. А начинается все с разгерметизации наливного устройства, по которому в вагоны поступают компоненты сжатого, легковоспламеняющегося газа. Это очень сложно, действительно. Это срегментизация коллектора, выход большое количество шифылу, тушение, сгорание. Все факторы задействованы. Но надеюсь, что этого в жизни никогда не произойдет. О том, что газ вышел из трубопровода наружу, сообщает автоматизированная система. Тут же начинается экстренная эвакуация персонала со стакады. А спустя несколько минут специальное звено уже подавляет распыленными струями воды газовое облако, не давая ему распространиться по территории. Службы пожаротушения скорой в этот момент уже на месте событий. В принципе, на этом, если ситуация локализована, учение можно сворачивать. Но при отработке всех вариантов, далее, согласно Водной, случается худшее. Газ все-таки загорается и происходит взрыв. Один человек пострадал. Теперь в работу вступают уже все аварийные службы. Если для борьбы с огнем достаточно наземных спасателей, то для сохранения человеческой жизни вызвана санавиация. Приближены к настоящим, реальным условиям. И здесь это в масштабах дирекции углеводородного сырья, компания «Себор» проводится. Приглашены многие руководители других предприятий, которые также принимают участие в этом и делают оценку наших действий персонала. По направлениям было выделено оценка работы персонала, именно по технологии, оценка работы служб охраны по эвакуации, оценка непосредственно аварийно-спасательного формирования, которое находится здесь у нас, оценка взаимодействия с федеральной противопожарной службой, с медицинской службой, с службой медицинной катастрофы санитарной авиации. Вот основные направления. На ликвидацию аварийной ситуации на таком объекте по плановым показателям отводится 3 часа. Персонал «Себора» и экстренные службы уложились в 45 минут. При небольших замечаниях действиям, а точнее взаимодействии всех спасательных служб, была дана высокая оценка. А это и есть главный критерий, по которому в «Себоре» судили о работе сотрудников товарно-сырьевой базы. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.